Всё, как я мечтала, красиво, со вкусом, по-столичному. Пианист с мировым именем, высочайший профессионал был куплен за такие деньги. Да у него, когда сумма на телефоне звякнула, у него пальцы сами забегали. Мы ему только тупоретку под зад подвинули и рояль подкатили. А рояль! Роскошный Стенуэй! Я за него столько отдала! Да на эти деньги можно было бы ещё одну церковь построить. Специального настройщика, бородатого дядьку первым классом из столицы привезли. Всё лишнее со сцены убрали. Воспитанников почистили, в платьице всех нарядили, воротнички кружевные. Просто ангелы стояли на сцене, а не дети. Так хорошо было! Даже жена Тяпкина-Ляпкина, глядя на этих ангелов, поняла, что она ней-то платье не новое. Я прям по лицу её это заметила. Я же могла к ней подойти и сказать, ой, у вас такое платье, милая, мне ещё в прошлый раз понравилось. А я не сказала. Я не сказала, потому что я так была горда всем тем, что происходит. Я в чёрном, платочек в руках. Я, не привлекая к себе лишнего внимания, выхожу на край сцены к микрофону и говорю, Дорогие друзья, этим концертом мы открываем наш с вами цикл встреч с искусством. Пусть же, я говорю, и вот этот вот скромный уголок озарится вечным пламенем человеческого духа. Маэстро, прошу, вечным пламенем человеческого духа, это я сама придумала, мне никто не писал, и я ушла со сцены. Села на стол так, чтобы спина была ровная, потому что когда пламя человеческого духа, это надо ровно сидеть. Сижу, лицо у меня как в храме на Рождество, минимум макияжа. Я переживаю события. Рояль так гремит, так гремит, что мне кажется, я лечу. Я просто, я лечу. И тут у рояля отваливается педаль. Вот у рояля внизу, как в машине, есть педаль. Может, у Стенвеля за десятки тысяч евро отвалится педаль? Не может, не может, да я точно вам говорю, что не может, если этот рояль не стоит на обшарпанной сцене детского приюта в самой жопе мира. Пианист играет. Что ему остается? И тут из-за кулис вот этот вот бородатый настройщик с какой-то отверткой к моему Стенвелю вот так вот по полу ползет. У него борода по полу волочится. И я вдруг вижу, какой у нас обшарпанный линолеум. Какое вокруг убожество и нищета. А Тяпкина-Ляпкина улыбается. Сучка. Улыбается. Ну как? Ну что, она считает, что только я денег теряю. Да какие деньги-то? Причем здесь деньги. Позор. Позор. Вот чему она улыбается. И я в этот момент понимаю, что здесь вот ничего не сделаешь. Ничего. Да тут ни за какие деньги не вырастет ничего из того, что я хочу. Поэтому любой шанс, любой шанс, чтобы вырваться отсюда, чтобы жить в красоте, это шанс, который нельзя упустить. Антон, ты слышишь меня? Ань, ты о чем вообще говоришь? Ты понимаешь, что происходит? Ты понимаешь, что уже произошло? Я слышу, я слышу тебя, Антон.